Павел Николаевич, сейчас такой прекрасный период в Боскны, в детском саду, последние звонки в школе. Как правило, всегда напутственные слова говорите. Один из детей сказал, что Павел Николаевич, это тот человек, который всегда говорит в конце отчетных концертов какие-то слова. Вот у вас такая миссия. Что вы пожелали бы напутственно вот этим ребяткам, которые идут в первый класс, и те, которые покидают школу, уже закончат? Это же очень индивидуальная вещь. Каждый раз, когда ты приходишь, ты что-то говоришь. Например, сегодня будет последний звонок в 548 школе, мы туда пойдем, я от коллектива буду их поздравлять. Все-таки это веха в жизни. Поэтому я еще не знаю, что я там скажу, но скажу. Все зависит от того, что мы там увидим. А детские сады, у них четыре выпускные. На каждые нужно прийти, я не знаю, успею ли на все пойти. Но каждая группа же очень индивидуальна. У нас их хоть два здания одного детского сада. Но каждые дети, они по-своему талантливы. Поэтому я и говорю в конце, когда они что-то делают, ты понимаешь, что ты должен им сказать слова, которые бы в этот момент запали бы им в душу. Есть такое чувство глубокого удовлетворения. Когда-то весь советский народ испытывал чувство глубокого удовлетворения. Когда ты приходишь в нашу школу, в наши детские сады, ты испытываешь чувство глубокого удовлетворения. Какие прекрасные дети и какие прекрасные родители у нас живут на территории поселка. И какие они молодцы. Есть такое понятие сообщества. Сообщество людей, которые живут в совхозе. Комьюнити такой. Да, которые настроены на позитив какой-то. Особенно, когда молодежь. Это же будущее страны. Кто-то говорит, что будущее страны это нефть и газ. Нет, будущее страны это как раз люди, которые живут в таких поселках, как совхоз имени Ленин. Поэтому испытываешь чувство глубокого удовлетворения и уверенности в завтрашнем году. Но у нас еще прекрасные педагоги. Ну, понимаешь, как все же тоже зависит от атмосферы. Ты никогда не замечал, который занимается сельским хозяйством. Если ты берешь какое-нибудь хорошее яблоко, кладешь там, где гнилые, оно загнивает сразу. Но если ты, скажем так, хорошие яблоки все хранишь и помогаешь сохранять свою свежесть, то они будут радовать тебя долгое время.